Мы сейчас посмотрели организацию восстановительных работ на жилом доме. Я попрошу организовать, во-первых, выполнение мер безопасности, во-вторых, смену всех, кто работает, особенно ночную, составить план-график, и в течение 10 дней мы должны в полном объеме завершить все работы, причем сделать это лучше, чем это было до чрезвычайной ситуации. Хорошо? Товарищ министр, принято к исполнению. Это первое. Второй вопрос у меня. Нам нужно дополнительное усиление федеральной группировки, какая-то дополнительная помощь от наших подразделений МЧС России? Товарищ министр, дополнительных сил не требуется, сил средств достаточно. Хорошо. Ну, по очистке территории, сегодня я уже посмотрел, проделана большая работа. Я думаю, что завтра мы с привлечением федеральной группировки наших пожарно-спасательных подразделений Республики Татарстан всех аварийно-восстановительных служб совместными силами. Мы все это очистим и приведем всю территорию в первозданное состояние. Хорошо? У меня есть одна просьба. Значит, все-таки около тысячи деревьев пострадало. Надо сейчас дать поручение, присушим и по другим нашим территориям. Все-таки вот у нас сейчас осенью будем сажать деревья. Вот там, где в парках и скверах, где все это пострадало, надо все-таки крупной мерой постараться высадить. Обратите внимание, вот такую работу надо запланировать. Есть. Хорошо. Рафиз Завдатович, я попрошу, чтобы Главное управление МЧС России по Республике Татарстан взяло шефство и тоже приняло активное участие в посадке новых деревьев. Хорошо? Мы каждый год в этом мероприятии участвуем. Ну, а то сейчас 993 дерева пострадало. Вот я вам ставлю дополнительную задачу. Как минимум пару тысяч новых деревьев мы должны вместе с вами высадить. Осенью. И весной проследить, чтобы они все были в хорошем состоянии. Обязательно полить. И прижились. И прижились все. Хорошо? Спасибо. Это вам факультативное задание. Коллеги, произошла чрезвычайная ситуация. Все оперативные службы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сработали оперативно. Ситуация была достаточно сложная. 993 дерева, энергетика, газовое хозяйство пострадало, жилые дома, конструкции. Именно оперативность и профессионализм помогли минимизировать потери. Это первое. Второе. Организовано проведение аварийно-спасательных работ, оказание адресной конкретной помощи и пострадавшим, и восстановление жилья. Я благодарю аварийно-восстановительные бригады, энергетики. Пример оперативной работы – это очень важно для всех нас. Благодарю, кто занимался газовым хозяйством. Сегодня работает здесь совместно федеральная группировка Приворского регионального центра МЧС России, работает пожарно-спасательный гарнизон республики. Мы работаем круглосуточно и ставим на контроль то, что срок себе определили. Завтра полностью очищаем город. Второе. Поддерживаем идею президента республики Татарстан – восстановить все поврежденные деревья и организовать посадки. Я попрошу специалистов, которые сидят здесь, они должны подсказать, выбрать породы, определить четкие места, составить план-график с учетом погодных условий осени. И в том числе наши ребята, пожарные спасатели, также примут участие в этой благородной миссии. Головная все равно служба МЧС. Здесь все службы и на всех мероприятиях. И вот когда ситуации, и городские службы все были подключены, очень оперативно сработали. Я тоже хочу поблагодарить, особенно те люди, которые активны и сегодня на рабочих местах. И тоже попросил бы, чтобы все-таки ночное время работают, и там скользко, мокро, соблюдение правил техники безопасности очень важно. Вам, товарищ министр, большое спасибо, что вы нашли время, значит, прибыли, заслушали доклады. Ну и я думаю, что мы до конца доведем все эти вопросы и по крышам, и по посадке деревьев. Все будет нормально.